Доброе утро, дамы и господа! Я люблю спать, а спать любит меня. Но утро не хочет, чтобы мы были вместе, поэтому я была вынуждена просмотиться. И сделала это не зря, так как сегодня целый список праздников, которые можно отметить. Так что начинаем. День защиты Земли. Человек разумный появился на Земле где-то около 200 тысяч лет назад. Знаете, долгое время он жил в согласии, единении с природой. Но быстрый рост промышленности, производства и научно-технический прогресс наложили такие отпечаток на экологию нашей планеты. И вот чтобы привлечь внимание как раз-таки к этому вопросу, организовали такой замечательный праздник. День защиты Земли. Чтобы все могли вспомнить о том, что о нашей любимой Земле нужно заботиться. Идем дальше. День спичечного кораблестроения. Не видела на самом деле ни одного корабля из спичек. Но в детстве у меня была мечта построить замок из спичек. Потому что в моем детстве у взрослых, которые окружали меня, когда приходили в гости кому-либо, было такое очень модное увлечение строить замки из спичек. На один замок уходило где-то около полутора-двух тысяч спичек. И вот я тоже очень мечтала сделать такой, но максимум, что я смогла сделать, это одноэтажный такой домик из четырех стенок вот с такой замечательной крышей. На большее то ли спичек у меня не хватало, то ли терпения, то ли ума, но определенно как-то вот с этим не сложилось. Скажите, кто-нибудь из вас вообще видел, а может быть даже кому-то приходилось строить самому корабли из спичек? Скажите, как вообще у вас это получилось? Не знаю, может фотографию где-нибудь отправьте. Поделитесь своим, так сказать, опытом. А мы идем дальше. Дальше мы идем к обеденному перерыву. День супа из шейки индейки. У меня по плану сегодня был куриный супчик на обед, но я думаю, что его недолго исправить на супчик из шейки индейки, чтобы не мучились, так сказать, с тем, что вы выберете. Следующий праздник мой самый любимый, день обнимания солнца. Кто не может дотянуться до того нашего самого-самого яркого, красивого солнышка, можете найти солнышко, которое светит лично вам в качестве своей второй любимой половинки. И обнять ее, я думаю, тоже будет очень хорошо. День войск ракетно-космической обороны Российской Федерации отмечается 30 марта. Так что всех-всех, кто имеет отношение к этому празднику, поздравляю с их, можно сказать, профессиональным праздником. День ремесленника отмечают сегодня все те, кто занимается каким-либо ремеслом. И сейчас-таки очень много. Следующий праздник день карандаша мой любимый. У меня, кстати, есть даже мой любимый карандаш. Правда, он не такой, да, как все представляют деревянный. У меня самый любимый карандаш в этом партнерском. Вот, правда, здесь сверху была стерочка, но стерочка закончилась. Теперь торчат такие палочки, да, с помощью которой надо нажимать, чтобы оттуда появился стерженек. И теперь палочки стали очень колючие. Я все думаю, чем таким можно заделать, чтобы пальчики не пачкать. И нажимать нужно грубой. Вообще, у меня огромное количество карандашей, хотела сказать я, да, такая радостная. То есть вот такой карандаш рядом. Но, ну, когда я заглянула, то есть обычно в моей вот такой замечательной баночке находится около 10 карандашей. Ну, вот, на этот момент я смогла найти только два. И то один, потому что автоматически и дома знают, что трогать его категорически запрещено. А второй, очень маленький, его просто, по всей видимости, не нашли. И вот по этой причине я поняла, что следующий праздник я праздновать не могу. Потому что следующий праздник называется «День, я все здесь контролирую». Ну, вот, как минимум, наличие карандашей в своей баночке я уже в своем доме не контролирую. Так что я иду отмечать следующий праздник, день прогулки по парку. Кстати, у нас в Краснодаре есть замечательный парк Галицкого, по которому, я думаю, самый-самый повод пойти сегодня погулять. Прекрасный повод. А именины сегодня отмечают Павел, Макар, Гавриил, Виктор, Алексей и Александр. Их-то мы и поздравляем. И дальше мы переходим к историческим событиям. В 1814 году русские войска с союзниками взяли штурмом Париж, тем самым положив конец Наполеонов-Стенбойна. В 1847 году Лев Николаевич Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений дневника писателя занимают 13 томов. Представляете, сколько-сколько он там писал. Вообще, я слышала, что все великие люди пишут дневники. И всегда задумывалась вот об этой взаимосвязи. Они становятся великими, потому что они начинают писать дневники, как-то начинают, может быть, более внимательно подходить к своей жизни. То ли от того, что они великие, их тянет писать дневники. Что здесь является взаимосвязь? Но, тем не менее, взаимосвязь такая определенно есть. А вот что является началом, да, а что уже логическим продолжением, пока неизвестно. Если у вас есть ответ, пишите. А я рассказываю, что в 1856 году Александр II в речи перед московским дворянством официально высказался об отмене припасного крана. Спустя еще некоторое время, в 1879 году, была исполнена опера Чайковского «Евгений Анилий». Это был ученический спектакль Московской консерватории в Малом театре. А в 1970 году на экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни», который впоследствии стал культовым. У меня в этом фильме, да, две самые такие любимые фразы. Это «Гульчатай, гульчатай, открой личико!» И вторая фраза «Ура, господин назвал меня любимой женой!» Вот это моя самая-самая любимая, я ее часто использую на работе. В 1971 году Леонид Брежнев впервые запустил в оборот своего сочетания «Образцовый коммунистический город» и заявил о сложившейся новой общности людей Советского народа. А мы переходим к гороскопу, так как это были дела все давно-давно ушедших лет, а мы должны жить днем сегодняшнего, и поэтому узнаем, что звезды советуют нам на сегодняшний день. Близнецы. У близнецов день пройдет под бумажным флагом, и даже если в обычные дни они тяготятся по самим, сегодня им следует целый день держать под рукой ручку и блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Стрельцы. Стрельцу следует прислушаться к советам окружающих, даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Тельцы-хитрецы. Тельца может буквально распирать от желания поделиться с окружающими каким-то новаторскими идеями и планами, но звезды гороскопа делать этого не рекомендуют. А мы переходим к Овну. Овен, даже самые простые, рутинные ваши дела могут продвигаться кое-как, со скрипом. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Овна могут возникать сбои. А его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут какой-либо результат. Поэтому звезды гороскопа рекомендуют просто расслабиться и получать на этот день удовольствие. Козероги. Звезды гороскопа советуют Козерогу держать свои идеи, особенно новаторские, при себе. Они вряд ли найдут понимание окружающих, а вот убедить вполне могут. Что самое интересное, но это может оказаться очень неожиданным. Водолеи. Звезды гороскопа советуют вам не изобретать сегодня велосипед. В конце концов, его давно уже изобрели. Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, водолею стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Левы, левица и левица. Левы сегодня тот самый день, когда ваша инициатива может оказаться наказуемой или привести к последствиям, которых лес совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой. Не умничай и не выделяйся. И все будет хорошо. Дева. Деве придется уподобиться герою фильма «Сегда говори да». Ситуация потребует от девы то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться. Скорпионы. Сегодня день, когда окружающие будут настроены к вам благосклонно и готовы обсудить с вами даже самые смелые предложения. Поэтому, если у Скорпиона есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их в суд. Рывы. А рыбам следует задуматься над укреплением своего авторитета. Весы. Весы. Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться вам легче обычного. Поэтому звезды гороскопа советуют и сам сегодня переделать все, на что им вечно не хватает сил и времени. Ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. И расправившись со всеми этими делами, весы продвинутся далеко вперед. Раки-обнимаки. Вполне возможно, захочет рак чем-то сегодня рискнуть, но звезды гороскопа делать это не рекомендуют. Даже не то, что не рекомендуют, а категорически не советуют. Его представление о происходящем не учитывая каких-то важных факторов. Поэтому рад. Не надо, не надо сегодня рисковать. Сегодня все будет ровненько и гладенько. А вот теперь с хорошим настроением все вместе отправляемся совершить великие дела. И даже если ваши дела не великие, делать все равно надо. Так что всем отличного дня и хорошего настроения. До встречи.